Теперь у стен 102-й школы есть глаза. Специалисты устанавливают первую пару видеокамер из числа почти двух тысяч программно-аппаратных комплексов, которые поступили в область. На время выборов школа станет избирательным участком. Поэтому основная задача глазастых стен обеспечить выборам максимальную прозрачность. Всеми, так сказать, органами, которые участвуют в избирательном процессе, признано то, что эти камеры позволят нам дополнительно обеспечить ту прозрачность и всеобщее обозрение и как участников голосования, так и того любого желающего, который войдет на портал и поинтересуется теми действиями и со стороны избирательной комиссии, которые будут осуществляться в день голосования, так и при подсчете голосов, где председатель участковой избирательной комиссии перед камерой будет озвучивать итоговый протокол, голосования. Ровно ту же функцию будут исполнять и прозрачные урны. Ими оборудуют все избирательные участки в городе и часть ближайших к нему населенных пунктов. А возвращаясь к видеотехнике, представитель фирмы-подрядчика утверждает, что она не нарушит тайну голосования. Одна камера будет фиксировать выдачу избирательных бюллетеней и работу со списками избирателей. Вторая показывает стационарные и переносные урны, а также места погашения неиспользованных и подсчета использованных бюллетеней. Установит камеры почти на всех избирательных участках, даже самых отдаленных. Исключением станут лишь режимные объекты. Напомню, голосование 4 марта будет транслироваться в интернете. Технические возможности такого нововведения позволят следить за процессом более чем 20 миллионам пользователей по всей стране. В системе видеоконтроля есть доступ у любого человека, причем не только жителей Российской Федерации. Понимаешь, что сегодня у них возможности интернета безграничны. Единственное ограничение, которое сегодня есть, это требуется зарегистрироваться на сайте веб-веборы и выбрать те участки, за которыми вы хотите наблюдать, до 3 марта включительно. Дальнейшая судьба видеооборудования пока неизвестна. Есть варианты, что его станут использовать на едином госэкзамене или для цели обеспечения безопасности.